Мы рассмотрели несколько возможных вариантов использования команды VGET. Однако, в принципе, все из них можно было бы повторить с использованием браузера, просмотрщика файлов и некоторой ручной работы. Сейчас я покажу еще один подход, как можно использовать VGET, и это повторить будет уже гораздо сложнее. Можно указать VGET опцию Miosr и некоторую ссылку, которая обычно ведет на веб-страничку. Тогда VGET скачает не только эту страничку, но и все файлы, доступные с нее, например, картинки или музыку. Кроме того, он перейдет по всем ссылкам, указанным на этой странице, и проделает с ними все то же самое, то есть скачает файлы и будет приходить по ссылкам дальше. При этом количество переходов по умолчанию 5, но можно задать и другое, например, больше или меньше. Если мы хотим скачивать только конкретные файлы, то можем указать типы этих файлов при помощи опции "-a". Например, я могу вернуться на сайт с фотографиями котят, и если я хочу скачать все фотографии, доступные по этой ссылке, то можно сделать следующее. Копирую ссылку. Открываю терминал и ввожу команду VGET-R для перехода по всем ссылкам. Установлю глубину 1 и задам фотографии типом JPEG. Вставляю ссылку. И начинается процесс скачивания. Посмотрим, как это выглядит на диске. У нас появилась папка creatorbabies.com, и в ней вложенные папки, в соответствии с тем, как файлы лежат на сайте. В процессе скачивания могут появляться промежуточные файлы других типов, например, index.html и другие, но VGET их будет сразу же удалять, как только поймет, что это не .jpg файлы. Единственное исключение — это файл robots.txt, который несет сложную информацию, в том числе и для VGET-а, поэтому он удаляться не будет. Вы можете удивиться, откуда столько папок, ведь ссылок было всего ничего. Однако, если мы взглянем на эту страницу поподробнее, то мы увидим, что ссылок на самом деле довольно много. Все ссылки наверху тоже считаются ссылками первого уровня, поэтому они только же скачиваются. Посмотрим за нашим процессом. Он почти завершился. И мы обнаружим все скачанные картинки на диске. Однако, они расположены не на верхнем уровне, как могло показаться, а именно так, как они лежат на сайте. На сайте они лежат на самом деле в папке wp-content, gallery, kittens, и здесь все эти картинки, которые были доступны с изначальной страницы. Мы видим, что процесс завершился и занял 26 секунд. Скачано было 5 мегабайт файлов. На диске остались файлы только jpeg, все остальные папки либо пустые, либо также содержат картинки. Вы можете спросить, как же узнать, где будут лежать картинки, если мы не знаем, как устроена структура сайта. На самом деле, скоро мы уже узнаем ответ, как искать файлы в большой структуре директорий. А сейчас я предлагаю вам посмотреть справку pvget, чтобы получше изучить опции, которые мы прошли, а также другие опции, которые у него есть, и решить несколько заданий для закрепления материала.